Вот здесь тоже самое. Думаю, сейчас как газ нажмешь, как рев пойдет. Друзья, привет! С вами снова Станислав. Снимаем очередное видео и вновь у нас на обозрение Yikamura Samurai. Младшая модель среди Yikamura, обновленная модификация 2020 года RX1. Встречаем. Давайте с вами сразу познакомимся, пробежимся. Данная модель идет обновленной модификации. Если вы помните, в 2019 году тоже была RX1. Была одна модель, сейчас у нас уже полностью модифицирована. Давайте с вами о ней поговорим по порядку. Начнем снизу вверх. Колеса у нас с вами идут 10-дюймовые, пневматические, камерные, надувные. Самокат у нас идет с вами моноприводный. Заднее мотор-колесо. Мотор-колесо у нас идет 1200 ватт. Если вы обратите внимание, здесь гравировка все имеется также с серийным номером и гравировкой производителей Yikamura. Подвеска у нас с вами, обратите внимание, вообще полностью изменилась. Если раньше у нас была пружина, то здесь какой-то идет формат поршневая, масляная, похоже. По крайней мере, на внешний вид не разбирал, не знаю, поэтому посмотрим. Сзади у нас с вами идет пружинная. Отрабатывает. Кстати, смотрите, она какая-то достаточно... Не скажу, что она какая-то прям мега мягкая, как на некоторых самокатах, да, и не жесткая, да, то есть она вот как будто что-то, знаете, что-то такое в плане золотая серединка, да. То есть я думаю, что люди с большим весом, ну, пробить, по крайней мере, ее тяжеловато, по ощущениям. По заявлению производителя максимальная нагрузка, кстати, он выдержит до 130 килограмм, поэтому здесь можно смело выбирать этот самокат для разного типа нагрузки весовой. Что касаемо по электрике и внутрянке. Самокат у нас идет с контроллером на 28 ампер, контроллер по словам производитель 28 ампер синусный, емкость аккумулятора 48 вольт на 24 ампер часа, максимальная скорость данного самоката составляет 50 километров в час и пробег на одной зарядке до 60 километров. Дек у нас все сделано герметично, стильно, закрыто все. Здесь у нас находится, кстати, с вами гнездо зарядного устройства. Интересно, оно одно или два? С этой стороны у нас только одно. Так, спрятано. А с другой стороны здесь интересно, а с другой стороны нет. То есть, в принципе, здесь только единственное, что нет гнезда для второго зарядки. Да, это я не заметил. Нету только одно гнездо, то есть одной зарядки можно заряжать. В штатной комплектации он найдет одно зарядное устройство, в среднем время зарядки составляет в районе 10-12 часов. Самокат у нас на самом деле получился достаточно очень достойный. Если говорить о задней части, кстати, глаза бросаются такие. О, кстати, смотрите, откручиваются. Интересно посмотреть, что у нас здесь находится. О, ничего себе! Такая имитация, такой, знаете, как сказать, выхлопной системы. Да, там турбины, как будто так смотришь на них, да, так кажется, как будто реактивные здесь эти... Как раньше выхлопная система была, да, то есть на байки, на мотоциклы ставили. Вот здесь то же самое. Думаю, сейчас как газ нажмешь, как рев пойдет. Клиренс очень высокий, достаточно. Сейчас рулеточку достану, измерил, самому интересно. С вами сразу поделиться. Клиренс мы с вами измерили. Дека у нас с вами, кстати, идет по ширине деки 22 сантиметра. Полезная площадь деки, если мы убрали без сидения, да, то есть с вами говорим, то у нас с вами выходит 51 сантиметр. Если сидение, которое стоит, то у нас выходит с вами 39 сантиметров. Сидение, кстати, идет в комплекте на каждой самокатке Ikamura. Сидение очень комфортное, широкое. Кстати, амортизируемое дополнительно. Давайте с вами перейдем к интересному. Это, конечно же, системе управления. Руль, тормозной системы. Тормозная система здесь вообще просто космос. Гидравлическая, как, в принципе, на всех обновленных модификациях Ikamura. Вот такая гидравлика у нас с вами идет. Руль идет тоже обновленная модификация, гравировка Ikamura со складной защелкой. Вот, у нас он включенный. Сейчас сам уедет. То есть, в таких рулях вы, наверное, сами знаете, что какой-либо там люфт вам не страшен, поэтому здесь можно смело покупать самокат с такими рулями и не переживать, что у вас будет какой-то люфт. С левой стороны грипсы у нас идут обычные такие, то есть, классические. С подушечкой очень удобно, кстати. Опора для подушки, то есть, вот прям комфортно будет. Что касаемо левой части, у нас идет с вами система управления светом, то есть, тумблер подключения-отключения света. Поворотники. Поворотники у нас с вами только сзади, моргающий такой. Поворотники достаточно, на самом деле, ну, кстати, такое побольше, то есть, чем у некоторых моделей бывает. То есть, слабо заметно, конечно, его будет, но тем не менее, хоть такой есть. Сигнал у нас с вами электронный. С правой стороны у нас и бортовой компьютер LH100. Стандартные режимы, три режима скорости переключения. Сейчас мы обязательно замерим скорость, покатаемся на этом самокате, поделим своими эмоциями, впечатлениями. Вот, что касаемо освещения, давайте фары включим. Сейчас Yakamura компания начала реализовать это такие такого формата фары, в принципе, на всем, на всем практически своем модельном ряду. Используют эти фары. Достаточно неплохая вариация обновленная фар. Руль у нас с вами регулируется по высоте, то есть, подойдет как ребенку, так и взрослому. Так что, друзья, приезжайте на тест-драйв, покататься, приобрести. Ждем вас по адресу метро 95-го года, Большая Декабрьская, 301, торговый центр электроника на Пресне. Ну что, а я поеду прокачусь, замерю скорость и с вами поделюсь также впечатлениями. Поехали. Так, ну что, сейчас проедемся немножко. Аккумулятор у нас с вами севший. Поэтому скорость, я думаю, максимал, к сожалению, сейчас у нас не получится замерить, потому что показывает сейчас 46-47. Вяз нажимаешь, он просаживается до 44. То есть, ну, севший аккумулятор. Поэтому и какие-то больших, вашей динамики мы сейчас не получим. Но, по крайней мере, постараюсь хотя поделиться ощущениями, как едет. Первое, нравится очень, классно тоже, это подвеска отличная. Динамика, несмотря на подсевший аккумулятор, набирает очень достойно, очень хорошо. Я даже не представляю, что будет при полностью заряженном аккумуляторе. То есть, какая будет у нас с вами история езды. Но, вот, что касаемо управления, просто никомура молодцы. Сидение очень комфортное. Не нравится на самокатах, который, знаете, идет от сидения велосипедного типа. Там используется сидение, достаточно долго ехать на сидении некомфортно. Пятая точка у нас с вами устает, она просто затекает и, тем самым, ну, просто невозможно долго ехать. Вот на такой сидушке, которая используется на Kuga M5, M4 Pro, да, там, или вот на таком формате самокатах. Очень комфортное сидение, ездить великолепно, удобно. Можно, вроде, сидеть там, не знаю, 10, 20, 30 километров проезжать. И пятая точка, она вам не скажет, точнее, скажет вам спасибо, что ехали на таком сидении. Поэтому, друзья, здесь прям положительный, положительный плюс компании Камура. Молодцы. Тормоза отрабатывают. Очень хорошо. Тормозились, нормально. Ну, кто, в принципе, вообще сейчас видео смотрит и впервые сталкивается с самокатом, да, то есть, как я ранее говорила, ну, а кто смотрит самокат, сами являются владельцами. Я всегда, ну, вы сами уже знаете, кто владеет самокатами, а для тех, кто не владеет, скажу, что всегда рекомендую на любом самокате достались коробки, пробегитесь ключами набором, там, мультитул или ключи. Если в наборах не идут, то своих достаньте. Подкрутите самокат, поднастройте его под себя, поднастройте тормозную систему, полностью все нормально, ничего там сложного такого нету. Либо, там, если сами не можете, либо не хотите, попросите магазин, где покупаете, да, то есть, там, у нас эта опция тоже присутствует, можем это сделать вам. Настройка все полностью. Поэтому я рекомендую это делать однозначно. Что касаемо гидроизоляции, как и в прошлые разы в видео я говорил, обязательно делайте, не экономьте на этом, это защита вашего самоката, это срок службы вашего самоката максимально. Вот, поэтому здесь прям точно нужно это делать. Все катаются на самокатах, даже дети маленькие, самокаты захватывают мир. Не, великолепный самокат, мне очень нравится. Из заднеприводных, моноприводных самокатов с сидением в своей линейке, в своем ценовом диапазоне. Очень достойный, достойный аппарат. Цена данного самоката на момент съемок сегодня с вами 11 сентября составляет 65 тысяч рублей. Очень достойный аппарат, повторюсь, поэтому приезжайте, друзья, на тест-драйв, на бесплатный, покатайтесь, посмотрите, сами все увидите ощутки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились Сикамур и Рекс-1. На улице, на самом деле, сейчас покатался прохладно, немножко позамерз. Я и оператор, поэтому, но ничего, как говорится, все для вас, друзья. Надеюсь, вам это видео понравилось. Поставьте, пожалуйста, лайк, оставьте свои комментарии. Нам это очень будет приятно, потому что все эти видео, все рассказываем, показываем специально для вас, чтобы вы могли спокойно выбрать, да, то есть для себя какой-то определенный самокат, который вам больше всего понравится. Ну что, с вами был Станислав, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока, а я вас жду на тест-драйв.